здравствуйте друзья кто не знает кто не знает нашего студента романа но если кто не знает если есть такие ну погуглите на шамаич вот у вас про вас какие-то мемы были но нам было что так значит вы там били автомобиль в какой-то жуткой гонки там справа обгоняет ролейбус я помню такой долгожданная машина у шамаича он ездит душа тонна коробку забыл спорт переключить замечательный кадр у вас были миллионы просмотров было было а вот теперь я здесь вас это самое выдвигали кандидатом в депутаты по московской области государственную думу потому что вы были известным вот всего то что били автомобили нет потому что я в политику очень так конкретно ударился и так на съезде партии приняли решение чтобы меня выдвигать что за партия партия народной свободы и вы могли бы стать от московской области но не получилось но мы старались а сколько у вас было процентов голосов процентов 5 набрали так много партий было выше вас нету партии пар нас вообще был один процент по всей россии и как бы и 5 подмосковье да как бы и выше нас конечно было очень много партии но были очень сильные сельси фальсификации на выборах и поэтому а почему нужны фальсификации вот вроде бы они также побеждают нет или они так не победят ну смотрите держаться и действительно фальсификации для чего-то нужны вот допустим в москве как было то что мы ездили по участкам и на каждом участке было по 60 проголосовавших по открепительным удостоверениям на каждом участке мы пытались поймать эту банду а то есть была банда которая двигалась у них у них были талоны открепительного да 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 всего было сколько всего было 500 человек максимум на участке голосовало из них 60 больше десяти процентов больше десяти процентов да это было фальшивые голоса которые ездили где-то голосовали а в бутово мы нашли участок где было двести человек все-таки вопрос какой если бы они не не занимались вот этим всем что вот ним не победила бы правящая партия или хочется победить именно так вот на голову всех разбить из-за чего это наверное бы она победила но понимаете если это происходит в москве то что мы наблюдали что происходит в других регионах других регионах просто вбрасывают не задумываясь и поэтому они имеют такие высокие рейтинги а вот эти вот восемьдесят шесть процентов за исключением национал предателей значит они таки восемьдесят шесть процентов или это совершенно из пальцев высосано или нельзя сказать ну понимаете восемь шесть процентов я думаю что сейчас ситуация и на потому что народ он реально просыпается это что было год назад сейчас немножко другое то есть сейчас по кошельку людям ударило люди как-то без денег начинают думать о них включается голова они выходят на митинги и сейчас реальный процент гораздо ниже то есть но было восемьдесят шесть реально вот было восемьдесят я говорю что я думаю что это вполне реально было до в момент взятия крыма когда да когда все просто были без ума от путина и бегали там это сразу ли крым на хотя буквально за неделю до этого там когда олимпиада начиналась так там был только 40 процентов поддержки вдруг как сразу 86 ну хорошо значит политическая деятельность осталась там вы как давно в америке то в америке я с одиннадцатого месяца прошлого года то есть это где-то уже месяца всем более такой легальный как бы да 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 конечно легальный значит ну вы какой-нибудь политический или там типа гринкант лотерею выиграли или что с вами произошло если не секретка ну и в августе должен получить ворк авторизейшн и понял то есть в процессе у вас еще не целях но в августе должен получить отлично а как вы к нам то попали ну как бы еще в четырнадцатом году я задумался когда вот это все с крымом произошло думаю что то не то в нашей стране а вы жили под москвой не я жил в москве в москве да и как бы все вокруг кто мог здравомыслить все осознавали что придет не очень хорошее время и начали уже готовится с этого времени как бы ну что-то вот эмигрировать думать как жить дальше думать как жить дальше как вы на нас наткнулись но я начал гуглить что можно делать в америке и вернулся конечно на ваш канал так вы смотрели наш канал да еще где-то вот четырнадцатого года и смотрел но вы свои вот у вас же есть канал правда там видео вы свой собираетесь как-то оживить я посмотрел у вас там два года назад последний раз видео было ну попробуем очередь вас там нет много подписчиков или было больше реально а я ценю вообще не слежу в общем там по-моему тысячи четыре что-то такого плана ну давайте вы снимите что-нибудь в школе я вам что-нибудь скажу там на пусственное я думаю что я вам обещаю наверное приведу хорошего блогера из новосибирска у которого вот я вам говорил весь паблик и мы можем давай сети новосибирск он тут в сентябре начале и соответственно можно спросить у новосибирска интересующиеся вопросы да вы не возражаете как автор если я у вас вырежу моментик как вы троллейбус объезжаете конечно слушайте объясните меня просто я я просто чек удалю удаленный вот вот этот мем или что это хохмачка с тем что вот не поставил сцепление на спортивную передачу что что это чтобы почему вот это так стало популярно что произошло ну потому что как бы все начали шутить что я врезался потому что я не поставил коробку спортивный режим то есть у меня была машина lexus на которой была подвеска спорт режим там еще рулевое управление спорт режим в чем состоит смысл спорт режим вот я вожу лексус я не знаю чем речь но если уж брать лексус до коробка спортивном режиме у лексуса она ответственно за торможение а вот так то есть это позволяет резко тормознуть это позволяет тормозить двигателем я понял что когда ты ее включаешь на нормальных машинах у тебя поднимаются обороты а на гибридном лексусе это больше к торможению относится то есть на самом деле я когда учился водить там эти жигули свое время там 30 лет назад так мы тоже тормозили двигателем там ну когда надо было я понял то есть есть некоторая передача где вы можете тормозить более эффективно а вы не поставили на эту передачу а при этом совершали резкие движения ну да то есть это напоминает анекдот вы знаете если так был такой анекдот вами сказать если это совпадает как идет медведь по лесу и видит ворону и ворона сидит на дереве с таким знаете задумчивым видом и он говорит ворону а чё ты так сидишь а это я миш выпендриваюсь можно я тоже так залезай будем вместе выпендриваться медведь лезет на дерево садится на ветку ветка хрязь и он летит вниз и ворона взлетает и и так недовольно качает на него летать не умеет а выпендриваются то есть это получается вот примерно такое долетать не умеешь выпендриваешься как бы так у вас получилось ну как бы у меня на самом деле было уже четыре года опыт вождения это было мое первое дтп ну я вам скажу вот вождение по москве это как три по калифорнии но да да есть такое и не то что выпендривался наверное это просто у меня было такое состояние в тот день при котором но людям нельзя садиться за руль не смысле алкоголь на переживание но вы не были нет я не под чем но просто вот сделал для себя вывод что а что стало с этим приятелем вашим таким в шапочке спортивный такой ну где он сейчас где он сейчас закончил мгимо работает в газпроме каком-то еще что-то вообще вот кто сейчас гима да ну хорошо да говорят что там на ваших видео миллионы просмотров люди там к себе заработали а вы чё-то заработали на этом нет потому что я как бы пропустил это волну то есть кто-то эти видео развивал там рекламировал а у меня я на канал даже не сразу добавил эти видео то есть все равно там были миллионы какие-то просмотров с миллиона просмотров какая копеечка там упала там типа ну вот штука баксов упала ну типа меньше даже меньше вы знаете что у меня вот сегодня я могу сказать с миллиона просмотров сейчас продактор с рубля упал но сегодня с миллиона просмотров у меня было бы долларов двести пятьдесят триста но по старым по старым ценам может быть было бы восемьсот восемьсот вот такого но вот так и есть так и есть ну что хорошо ладно значит мы мы сами не прощаемся значит и я возьму вас кусочек ставлю чтобы люди которые забыли может быть вспомнили которые не знали чтоб офигели вот а что стало с прической с вашей такой длинный волосый но у меня плохо видно за ней на самом деле так как вам тестирование вообще осваивается ничего но поскольку у меня как бы есть уже два высших образования и поскольку когда его сказал с четырнадцатого года я как бы начал готовиться чтобы что-то делать я начал ходить на очень крутые курсы по сессии плюс плюс но это сам я думаю что в москве есть где поучиться в яндексе я учился прямо в офисе в офисе ну хорошо да и поэтому сейчас мне очень так приятно то что я все нормально как бы усваиваю лет вам сколько 27 так а какие у вас два высших это значит факультет кибернетика мира дара специальность управления информатика в технических системах а второе у меня магистр по приборостроению а где там же мира а вы в каком корпусе учились который где находится кибернетика у нас был корпус не в лефортово там не не это на юго-западе я просто в связи учился и там у нас был недалеко корпус мира туда возле ближе госпиталю бруденко туда там был ну ладно хорошо давайте всем скажем привет и пусть водят осторожно давайте всем удачи приезжайте в калифорнию здесь вы можете найти новую жизнь здесь круто друзья вас приветствуют студенты группы шамаича которые тут какой-то проект делают шамаич ура